Сейчас, в преддверии парламентских выборов в Грузии, которые пройдут 26 октября, эту маленькую, уютную, тёплую страну мир буквально разрывает на части. И только потому, что три кита, на которых в буквальном смысле держится мир, это Америка, Китай и Россия, вступили в жестокую войну по переделу сфер влияния. В 22-м году противостояние двух китов, Америки и России, из холодной фазы перешло в горячую. Естественно, ни одна из сторон проводить разборки на своей территории не имеет ни малейшего желания. И для этих целей была выбрана Украина. Если Америка, Китай, Россия — это киты, то Украина — это лев или, как минимум, тигр. Могучий хищник, но по своим размерам и массе никак не может противостоять, естественно, китам. Поэтому-то для выяснений отношений к двум китам мало территории Украины. Для этих целей собирается задействовать территорию Казахстана и Грузии. Но если Казахстан по своей территории — это как минимум слон, да, его помнут, естественно, где-то покалечит, но он все равно жив останется. То Грузия, если брать размеры ее и экономический потенциал, это маленький, пушистый, добрый зайчик. И в первые же минуты разборок на его территории от этого зайчика не останется и следа. Так и хочется сказать. Ребята, ну оставьте вы этого зайчика в покое, дайте ему жить спокойно. Живут люди, никого не трогают, добрые, веселые. Виноград растят, вино делают, песни поют, жизни радуются. Ни нефти, ни газа не имеют, ни золота, ни урана, ни редкоземельных металлов. Все, что есть в Грузии, это веселый нрав народа и солнца, все. Маленький, уютный, домашний кусочек земли. Никого не трогают эти люди, ни с кем не хотят враждовать. Наоборот, рады всегда протянуть руку помощи любому. Оставьте Грузию в покое. Вам хватит для разборок ее территории на 2-3 секунды. А от нее после этого ничего не останется. Хотите между собой отношения выяснять? Это выясняйте в Европе. С ней точно ничего не случится. Это какие-то подросток. Пару синяков получат, которые пройдут за неделю. Северный ядовитый океан есть, там вообще никого нет. Там можно выяснять отношения. Но Грузию пожалейте, оставьте в покое. Лучше приезжайте в Грузию, вино пить, горами любоваться, солнцем наслаждаться. В горных реках купаться, красота тут неописуемая. Божественная красота, великий грех ее уничтожать.